В торжественной обстановке ветеран полка ВДВ Франции Марок Савье по поручению полковника Жан-Клода Мари передал знамя командующему воздушно-десантными войсками Герою России генерал-полковнику Владимиру Шаманову. В 1935 году на стажировку прибыли два офицера французских вооруженных сил Желе и Дюрье. По окончанию учебы получили свидетельства, которые давали им профессиональное и моральное право обучать парашютному делу своих товарищей. Поистине многое объединяет Россию и Францию как два суверенных, независимых и гордых государства, находящихся в Европе. Были моменты и периоды, когда нас разделяли неприязнь и мы были противниками, но больше, наверное, то, чего объединяло и духовно, и исторически две наши великие нации. Все французские десантники, они наследники, ну, вот это советский тренинг, который получили наши офицеры. Можем добавить, что после этого тренинга они потом строили во Франции первый лагерь, чтобы тренироваться, и тогда Советский Союз отправил советников, чтобы их помогать. Это элитное подразделение принимало участие во многих операциях Второй мировой войны. Франция, Индокитай, Алжир. После войны полк принимал участие во всех военных операциях Франции. Чад, ЮАР, Афганистан, Камбоджа, Мали и Гаити. Со времени своего образования в 1943 году погибли 1048 офицеров и унтер-офицеров-десантников. Выполняя свой долг перед Францией, сотни были ранены под знаменем своего полка. Решение о передаче знамени было принято еще летом текущего года. Вначале стяг попытались переправить официальным путем, но таможенная служба, вначале французская, а потом и российская, воспротивились этой инициативе, нашли изъяны в оформлении сопроводительных документов. И тогда курьером на свой страх и риск выступил ветеран-десантник Франции Марок Савье. Он просто сложил аккуратно знамя и перевез его в хозяйственной сумке. К Савье понимал, что он не сувенир в музейную экспозицию везет. Есть, по его мнению, у этой благородной инициативы французских десантников высший смысл единение двух народов, а знамя – символ этого единения.